За два дня нашего пребывания на Рязанской темле мы успели побывать в самых необычных и неизвестных местах Рязани заброшенной и подземной. Были выдворены охранные состояния списанной железнодорожной техники, побывали под гордом на глубине почти 20 метров в недостроенном канализационном коллекторе, где похоронен заброшенный проходческий щит, и залезли в законсервированное здание бывшего НИИ, в котором сохранился интерьер и документация еще с советских времен, и под которым расположена обширная ныне затопленная бомбоубежка. Все это вы сможете посмотреть, перейдя по ссылкам в правом верхнем углу экрана. А в этой серии мы отправимся изучать, пожалуй, самые известные подземелья Рязани коллектор реки Лыбит. Истоки современной Лыбиди находятся в районе Центрального парка культуры и отдыха Рюмин-Роща, где расположен Рюмин-Пруд. Раньше в районе Рюмин-Рощи на Лыбиди было несколько прудов. А мы начнем наше путешествие вдоль русла реки, а иногда и по нему, от старого моста, сохранившегося под улицей Халтурина вниз по течению в сторону улицы Маяковского. Надо сказать, что нам повезло, и мы оказались в этом месте именно в тот период, когда там велись работы по прокладке нового коллектора в месте пересечения Лыбиди с улицей Халтурина. И у нас появилась возможность увидеть непосредственно ход строительных работ. Грунт выбирался рабочими вручную. Собственно, так же производилась укладка тюбингов. Допустим по этой, по новой вестке. А этот уже полностью заелился. А этот дренага дорожная, наверное, слева. Реконструкция коллектора Лыбидя. А вот это вот исторический участок под дорогой. Мы сейчас прогуливаемся по открытому руслу реки Лыбидь в Рязани. Идем до портала, через который либо через него, либо через ближайшую камеру планируем забраться в коллектор. Вообще интересный момент, что вот эта речка в Рязани имеет название Лыбидь. Это очень известный гидроним, который встречается и среди киевских рек, и среди владимирских рек. И наверняка не ошибусь, если скажу, что в других регионах тоже есть речки, которые называются Лыбидь. Итак, вперед! Река тесно связана с историей Рязани. Именно в ее устье, при впадении в реку Трубеж, был заложен Рязанский Кремль, поселение, тогда называвшееся Переославль-Рязанский. О связи древней Рязани с киевским государством недвусмысленно говорит гидрономия. Реки с такими же названиями Лыбидь и Трубеж были и в киевских землях. Добравшись до места, где начинается корректор реки под Лыбидьским бульваром, нас же дало разочарование. Смотровой колодец в камере был без лестницы. Камера тут без лестницы, так что сейчас придется извращаться. Но мы были готовы к такому повороту событий. Подручными средствами. Возвращаясь к истории Лыбиди, ее не виновала участь большинства рек, протекающих в крупных городах. В Рязани до появления канализации Лыбидь использовали для слива сточных вод. В середине 19 века загрязнение реки имело катастрофический характер. Вот что писал главный санитарный врач Рязани Николай Кассий о состоянии реки в начале 20 века. Одна из главных бед губернского центра – отсутствие единого канализационного коллектора. Его роль выполняет река Лыбидь, которая притекает через центр города и распространяет страшное зловодие. По ее берегам день от огня растут горы мусора. Организация осенизаторских обозов не дает нужного эффекта. Губернское санитарное управление неоднократно пыталось вести разъяснительные беседы с горожанами, но должного действия они не должны иметь. Ты же звезда, спускайся! Помимо загрязнения, малые реки в черте города нередко представляли проблему для городского хозяйства в периоды половодия своими разливами. Так, например, весной 1908 года в апреле месяце многие улицы в центре Рязани были частично затоплены водами, вышедшие из берегов Лыбиди. Именно эти причины, наряду с развивающимся строительством, зачастую являлись основными факторами, побуждающими городские власти принимать решения о необходимости убирать малые реки под зиму. Но Лыбидь на протяжении почти 2-3 XX века противостояла этой тенденции. В послевоенные годы, когда в стране массово восстанавливались разрушенные бомбежками города, особое внимание выделялось их благоустройство. И с начала 1950-х годов участок Лыбиди, протекающий в центре города, подвергся серьезной реконструкции. На набережной была образована прогулочная зона с клумбами, фонтаном и мостиками, перекинутыми через Лыбидь. На протяжении последующих 20 лет эту часть Лыбидьского бульвара неоднократно перестраивали. Пока в период с 1969 по 1971 годы река не была убрана в коллегах. Еще одна камера без лестницы. И здесь видны остатки лестницы прогнившей, пара под ключик. А мы продолжаем удаляться от портала и идем вниз по печенью. Далее мы отправились исследовать подземную часть Лыбиди. Городское строительство второй половины 1960-х годов было максимально унифицировано. И большинство строительных работ, как подземных, так и наземных, велось по типовым проектам. Не исключением стала коллектор Лыбиди, большая часть которого представляет из себя трубу, собранную из бетонных колец диаметром 2 метра. Поделись впечатлениями от поездки. Еще мне понравилось. Устал. Ну, на этом мы заканчиваем нашу поездку. Отправляемся в Москву по домам. Все было очень здорово. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем всего самого наилучшего. Всем пока.